Это фотографии мусора на улицах в Батыревском и Мариинско-Посадском районах. Они опубликованы в интернете. Люди, которые их выложили, ждут, когда ответственные лица примут меры. Социальные сети – оперативный источник информации для органов власти на всех уровнях. На то, чтобы сделать видео и выложить его на любом интернет-ресурсе, нужно всего лишь несколько минут. Это должны понимать в муниципалитетах и реагировать на запросы граждан как можно быстрее, сказал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев на совещании в режиме ВКС. С мусором в Батыревском и Мариинско-Посадском районах обещали разобраться до 10 апреля. А жители деревни Кшауши Чебоксарского района уже и не верят, что им построят новую дорогу вместо аварийной. Поскольку автобусом ездить здесь запрещено, школьникам приходится ходить пешком несколько километров в любую погоду. Автобус в школу не пускают. Неправильно, говорит, сконструирован. Несколько раз родители обращаюсь, когда мои дети тоже в школу ходили, сейчас они все взрослые. Вот в сырошколах, я сама в садике работала, в сырошколу ходят дети пешком, прям слякоть и пургу ходят. Вот автобусы не пускают. Даже на одного мальчика в прошлом году собаки напали. Ориентировочная стоимость строительства 75 миллионов рублей. Сложность в том, что вначале необходимо реконструировать плотину, через которую пролегает дорога. Олег Николаев поручил включить этот проект в программу дорожного строительства в приоритетном порядке. На этот год тогда, скорее всего, уже не успеем, чтобы на следующий год мы постарались этот вопрос решить, для того, чтобы люди могли получить комфортные условия доступа к образовательным учреждениям. Поток автомобилей на трассе Чебоксары-Сурская большой. Автомобилисты, которые часто бывают на участке около села Калинина, Вурнарского района, давно говорят о необходимости строительства здесь заправки. Сейчас до ближайшей АЗС в райцентре 15 километров. Но когда нашелся предприниматель, который решил построить заправку, не все сельчане одобрили идею. Пошли жалобы. В ходе проверки выяснилось, что все нормативные акты соблюдены. Ну, почти 30 соток выделены для придорожного сервиса. Публичные слушания проведены законно, с участием всех заинтересованных лиц. В принципе, большинство населения очень будет рад, если такую заправку построят. Одна заправка у этого предпринимателя в поселке Вурнар уже имеется. Она очень хорошая, благоустроенная. По такому примеру они обещают лучше построить. А данная заправка в этом населенном пункте очень нужна. Совместное обсуждение местных проблем в таком формате во многих случаях может ускорить их решение, подчеркнул Олег Николаев. А режим ВКС эффективен не только в условиях пандемии, но и в обычное время. Этот канал взаимодействия с нашим населением, он достаточно эффективный. И самое главное, он достаточно быстрый. У меня к вам убедительная просьба, я бы даже сказал поручение, чтобы вы активно работали с использованием социальных сетей и интернет-ресурсов. Причем эта работа, на мой взгляд, должно быть в двух направлениях. Первое, это для получения информации о проблемных вопросах, которые волнуют население. Второе, информирование о вашей деятельности, в том числе направление решения тех проблемных вопросов, вопросов о которых вы узнаете из социальных сетей. В связи с этим, я поручаю администрации главы Чувашской республики систематизировать эту работу, взять на контроль исполнение этого поручения. Ну и предлагаю такого рода мероприятия, может быть, в ежемесячном формате обсуждать и тем самым вырабатывать, возможно, некие алгоритмы работы с использованием этих каналов. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.